Так, ребята, вот решите предоставить слово. Замолодчику, пожалуйста, секретарю профильной комиссии, который расскажет нам о состоянии циклоскопии на сегодняшний день. Спасибо, Михаил Павлович. Доброе утро, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на конференции. Отличная погода в Санкт-Петербурге. Я, как главный, как ответственный соединитель профильной комиссии профильной комиссии, познакомлю вас с работы профильной комиссии, возглавляемой главным специалистом и хирургом Академика Прорешения Нового Житающего и завестителем главного специалиста и хирургом-эндоскописта профессором Солковом Людмиловичем. И речь, в частности, пройдет об информационно-аналитической системе, возглавляемых данных и дам краткий предварительный анализ работы с отчетностью из регионов. Таким напомню, что профильная комиссия возглавляла свою работу в начале 2018 года. Не очень хорошо на православие перечелкиваются. Можно, пожалуйста, на какие-то проекты? Не перечелкиваются, а затормаживаются. Так вот, значит, когда мы начались на работу, совсем небольшое количество из региона поступало отчетности. И за прошедшее время, к 2019 году, нам удалось восстановить отчетных до 63 регионов из 85. Это благодаря назначению там главных специалистов эндоскопистов. И анализ отчетничества проводится по оснащенности регионов эндоскопными инструментами, обеспеченности эндоскопическими кадрами, спектру географических и эндоскопических вмешательств, спектру лечебных эндоскопических вмешательств и частоту спектру осложнений эндоскопических вмешательств. Это прежняя отчетная форма. Она была в формате Excel. И по ней издавали свои отчеты главные эндоскописты из регионов. а в 2021 году мы разработали и внедрили новую информационно-аналитическую систему. Она в электронном виде, она представлена на сайте главных хирургах или инспекиста, которая называется продовы главных хирург.рф. Она там доступна на вкладке информационно-аналитической системы, на нее можно кликнуть и, соответственно, перейти к этой системе. Для этого необходимо нажать на плашку «Скопическая помощь Российской Федерации», дальше внести свой логен и пароль. Надо сказать, что все участники этой системы – это главные мескописты из регионов и непосредственно исполнители в региональных учреждениях для каждой мескопической помощи. У них у всех есть свои логены и пароль, и они могут войти в эту систему. Сейчас я вас познакомлю с иерархией в этой системе. Итак, на первом уровне находятся региональные больницы, которые заполняют формы отчетные и посредством вносят данные. Затем, соответственно, эти данные пересуваются главным мескопистам субъектов Российской Федерации. Главные мескописты имеют возможность их проверить и при необходимости отправить снова в региональный больницу для исправления. Если там все правильно, то они пересылают эти данные уже главному хирургу и мескописту Российской Федерации. Это так выглядит, как минимум, в котором работают специалисты. Мы сейчас с вами зашли под уровнем региональной больницы. Мы представим, что мескопист, который в региональном учреждении проводит таблицы, имеют доступ к эндоскопической отчетности, он заходит по своему уровню оборудования, нажимает на вкладку отчетные формы, появляются окошки, в которых можно заполнить, естественно, эти данные. Там представлены четыре таблицы. Первая таблица относительно обеспеченности отделения эндоскопическим оборудованием. Вторая таблица относительно обеспеченности учреждения эндоскопическими кадрами эндоскопистов. Третья таблица – касательно эндоскопических вмешательств. Четвертая таблица – чинно-эдоскопические вмешательства. И далее будут вложения, и как только специалист выполняет все эти графы, Не угадается возможность перейти на вкладку, в которой он может свой отчет скачать. Сейчас мы посмотрим на эту вкладку чуть более подробно. Вот она эта вкладка, сейчас она развернется. И там специалист скачивает этот отчет и распечатывает его, подписывает. И далее соответственно он этот отчет сканирует и отправляет уже на уровень выше, то есть главному эндоскопии. Таким вот образом происходит передача информации и ее контроль, ее достоверность. И так еще раз он скачивает, подписывает, отсканирует, прикрепляет и отправляет. Вы знаете, все-таки не тормаживает презентацию. Можно мне, пожалуйста, немного ее устроить или дать другой клип. Или, может быть, вы будете перешивать? Организаторы? Да, давайте дальше. Следующий слайд. Спасибо. Итак, значит, кто стал как специалист сформировал отчет и отправляет его на проверку. Дальше, пожалуйста. Следующий слайд. И мы переходим в следующий уровень. Теперь мы заходим в систему по плавным эндоскопистам. Следующий. Итак, вот мы видим меню главного эндоскописта региона. Он получает уведомления из региональных больниц о том, что они отдастали свой отчет. Вот, допустим, здесь мы видим, как бы пришло два новых уведомления. Пожалуйста, следующий. Он кликнет, как бы на эту репоночку, дальше, пожалуйста. И видит эти, собственно говоря, отчеты, которые к нему приходят дальше. Он каждый из них может открыть следующий, пожалуйста. Нажимает и смотрит внутрь дальше, пожалуйста. Итак, он видит эти больницы, которые прислали у отчетов. В каждый отчет он может зайти следующий, пожалуйста. Нажь дальше. Дальше. Открывает больницу и смотрит данные, которые ему предоставили. Проверяет, все ли там нормально, все ли это соответствует действительности. Если что-то не так, он может выбрать, что этот отчет не принят. И этот отчет высылается обратно специалисту, который его заполнял. В случае, если все в порядке, он подтверждает этот отчет и отсылает дальше на больницу. Следующий, пожалуйста. Отсылает он его главному хирургу эндоскописту страны. Итак, значит, собственно говоря, он заходит в этот сводный отчет, который у него формируется автоматически из всех учреждений, которые у него регионы, которые прислали его отчет. Дальше, пожалуйста. Нажимает на этот сводный отчет. Дальше. Он заходит в этот сводный отчет. Также его скачивает, подписывает, сканирует, прикрепляет и отправляет дальше в высшем налоге. Следующий слайд, пожалуйста. И, собственно говоря, этот отчет следующий. Переходит главному хирургу эндоскописту Российской Федерации. Так вот я вкратце вас познакомил с тем, как действует эта система, и как и работающие сайты. Стеклипция, она достаточно интуитивно понятна. Это все те же самые таблицы, которые раньше были в формате Excel. А теперь я находит в своей форме их сбивать буквально пять минут. Взбивать туда вот эти мокочки и эти данные. Ну, а основные протеремы, которые встречаются именно со скачьей, сканированной прикреплением. Ну, разумеется, всегда находимся на телефоне, как техподдержкой. Мы всегда готовы оказать помощь в каких-то, может быть, технических неурядностях. Следующий человек, собственно. Итак, значит, посмотрим, что у нас произошло за двадцатый год. Здесь представлены их диаграмм, на которых мы видим зеленым цветом отмечены учреждения, которые предоставили отчеты своих регионов. Здесь у нас разбивка идет по федеральным округам. У нас всего восемь федеральных округов. И видим, что лучше всего обстановка уральского федерального округа, где все отчеты и все учреждения предоставили отчеты для своего главного медицинского места. Он смог нам отправить плавационную отчетность. К сожалению, в остальных федеральных округах по-прежнему наблюдается такая ситуация, что отчеты были сданы частично. Достаточно неплохо. В Львовском федеральном округе, в центрах и в южных федеральных округах, где существенно больше половины учреждений сдали свои отчеты. А вот, допустим, в дальневосточном, северо-западном, северно-расканском федеральных округах и в северных федеральных округах ситуация существенно хуже. Около половины учреждений, а в некоторых существенно меньше половины учреждений сдали свои отчеты. Это не значит, что люди не включены в работу. Они работают в системе, они входят под логинами паролика, заполняют свои отчеты в форму, но они, как бы, это два национального пути, кто-то не смог запомнить, кто-то запомнил, не смог отправить. Ну, многие проблемы со скачиванием, с подкреплением этих PDF-файлов, но это, на самом деле, не стоит существенно важно, как работа самих главных артископистов, субъектов, входящих в эти федеральные округа. Вот дальше, пожалуйста, следующий слайд. Я вот хотел сказать, почему у вас не всегда, в том числе, почему он настолько успешен, что недавно мы провели там конференцию, спасибо большое, которая совмещала с собой также совещание региональных главных артископистов, и, как видите, такое вот мероприятие, оно существенно сфигулировало там работу этой системы, и уже, собственно говоря, к 23 апреля в этом июне были полностью даны все отчетности. Умеется, это показывает важность проведения подобных мероприятий, в том числе в таком аспекте. Вот у меня, наконец, заработал кекер, да, я думаю, будет все хорошо. Итак, давайте посмотрим, сколько кеда нам у вас предоставлено. Что мы вообще видим в этой системе? В этой системе мы видим, собственно говоря, все. Мы видим округа, видим субъекты, видим сколько нет организаций и так далее. Вот, допустим, давайте, не будем далеко за примерами ходить, находимся в Санкт-Петербурге, и с вами посмотрим остроту, которая относится в городу федеральное значение Санкт-Петербург. Итак, в Санкт-Петербурге 104 медицинских учреждений, да, видите, это в нижней части таблицин, отчетов из них, 104-10 регистрированной системе, но отчетность предоставили только 49, или нет, только 49 учреждений включились в формирование отчета, а предоставили только 38, остальные отчетности, которые достали черновиков. И дальше вы видите, что вот эти последние две колонки, мне обратится к главному досвиду, что субъекта Российской Федерации, Санкт-Петербургу, как видите, ни один отчет пока еще не проверен, а именно это означает, что дальше свой отчет не был отправлен по системе, несмотря на то, что практически половина лечебных учреждений, как и так далее, с дискотической помощи в Санкт-Петербурге, все-таки предоставили свой отчет, но с тем не менее этот отчет не защитивается, потому что он может быть ущербным, и считать, что это требует решения в самое ближайшее время, тем более, что технически это достаточно просто. Главное, дискотическому необходимо произойти, проверить эти отчеты, а также постараться решить вопрос с остальными половинными учреждениями, которые не предоставили отчет в Санкт-Петербурге. Переходим дальше и посмотрим, что у нас вообще творится в федеральных округах. Надо сказать, что лучший результат, когда они расточены в федеральном округе, где из 11 субъектов, входящих в состав этого округа, предоставлен только отчет от одного субъекта. Но лучше всего, как я говорил, в районе федеральном округе, там 6 субъектов, все 6 субъектов предоставили. В Северо-Западном федеральном округе, в котором мы сейчас с вами находимся, из 11 субъектов отчеты сдали 5 субъектов. Вот на слайде представлены 40 субъектов Российской Федерации, из 85, которые сформировали полные отчеты, и, в общем-то, они им, эти отчеты, защитили только 40, из 85, это не значит, что остальные 45 регионов не работают в этом направлении. Есть субъектов, которых практически 90% учреждений предоставили свои отчеты, они проверили, и совсем чуть-чуть не хватает для того, чтобы сформировать полный отчет, будут в ближайшее время работать со всеми дни и дни, чтобы эту ситуацию наладить. А теперь давайте с вами посмотрим, кратно прибежимся по тем данным, которые мы получили. Итак, о оснащенности эндоскопами. Во всех федеральных округах сохраняется достаточно большое количество фиброоптики. И что характерно для всех федеральных округов, это то, что большая часть, большая, ну, существенная часть этой фиброоптики, она уже находится в нерабочем состоянии. Посмотрите, центральный федеральный округ, это вторая справа колонка, 1000 фиброгастроскопов в центральном федеральном округе, их 480, условно, в половине нет. Дальше у нас с вами видеоэндоскопы, также представлены на слайде гастроскопы и короноскопы. И здесь ситуация несколько лучше, так как в регионах, мы с вами видим, имеются видеосистемы, такая тенденция в последних лет, что все-таки увеличивается количество видео, оптических систем, но, тем не менее, почти много, также, несловно, меньше, конечно, существенно, чем в фиброоптике, но, например, в центральном федеральном округе ситуация приблизительно такая же, как и с фиброоптикой, половина из 1000 фиброгастроскопов, но практически половина, 444, они находят нерабочее состояние, и встречают о гастроскопах. Теперь далее, для обеспеченности значения аэроскопистами на 10 тысяч населения. В среднем по стране это значение достигает 033, надо сказать, что в федеральных округах, ну, в общем-то, более-менее приличная ситуация, и только вот такая некоторая просадка в север-авказском федеральном округе, но она наблюдается уже в причине последних лет, и немножко с такой тенденцией увеличим, тем не менее, там нужно дальше работать в этом направлении. Самый такой благополучный, это Северозарный федеральный округ, здесь самое большое количество мископистов на душу населения. Дальше переходим к следующему слайду, здесь у нас с вами представлен, если можно так сказать, топ худших по обеспеченности мископистами субъектов в России. Здесь 12 субъектов, и Варканская область, к сожалению, пока что возглавляет этот список, я думаю, дальше там ситуация будет решать в положительную сторону. Здесь на следующем слайде мы представим топ лучших по обеспеченности мископистами регионов Республика Варкобия возглавляет этот список 0,57, составляет катастроение по стране 0,33. А что с чем это связано? Это связано со ставками и с заполняемостью ставок лицами физическими. Вы видите, что во всех федеральных округах, во всех этих диаграммах, число ставок штатных должностей превышает число физических лиц и заполняемых. Это относится к стационару, это же относится и к поликлинике. То есть не вхватка эндоскопических кадров. Теперь посмотрим по ее выполням в федеральных округах вмешательствах. Итак, здесь на слайде представлены гастроскопии. Всего по стране 5 миллионов гастроскопий, чуть больше, выполненных в 2020 год. Это согласно той отчетности, которую нам предоставили. Нужно учитывать, что мы имеем учреждение, еще не предоставили свои отчеты. Конечно, в сути, это будет больше. Но уже по тем данным, которые нам предоставили, мы можем сориентироваться. А в чем мы можем сориентироваться? Мы можем сориентироваться, что достаточно высокое число осложнений. Мы хотим это обратить внимание. В данном центральном федеральном округе 4,3% осложнений при гастроскопии, в том числе с дальними исходами. Конечно, эта ситуация требует в дальнейшем образца тщательного анализа. Вот вы все понимаете, что оказалось, что в этой гастроскопии это высокое число осложнений. Еще большее число осложнений, опять же, мы ориентируемся на центральном федеральном округе, на активность стаекольная полно предоставившаяся учетность. Еще большее число осложнений при диагностических холомоскопии достигает 13%, в том числе и слетание и соль. Ну, короче, первая ситуация, в том числе работа профильной комиссии, будет направлена на анализ и разработку этой ситуации, в чем здесь вообще проблема. Надо сказать, что мы все еще в полном учреждении предоставили скачеты, то есть цифрам еще больше и получатся за счет других федеральных кругов, где мы, может быть, надеюсь, соберем в сторону внедрения нужные отчеты. Здесь у нас с вами посмотрим, мы выбрали такие основные оперативные вмешательства эндоскопические, которые характеризуют ситуацию в регионах. К ним относится эндоскопическое потело с эндротомией, то есть, по сути, выполнение архотопии это порядок донии, то есть эндоскопическая резеркция средственной секции и эндоскопические гемостазы. Начнем с эндоскопического потело с эндротомией. В целом по стране оно неплохо, скажем так, хотя вот здесь как раз таки ярко проявляется недостаточный сбор данных. Вот посмотрите, вот эти дальневосточные, ядерянный округ, сколько там, 11 субъектов, и всего 100 эндоскопических потело с эндротомией. С чем это связано? Это связано с тем, что друг один субъектов из 11 предоставил данные, остальные просто не предоставили. Давайте, конечно, посмотрим на те федеральные округа, которые все-таки более полные предоставили данные. Данные из края федерального округа, уральский федеральный округ. Здесь, ну, вот видим, да, вот, ну, конечно, разное число населения, это надо все считать как единомышленное усиление, насколько он намного человеку приходится. Достаточно неплохой количество эндоскопических потело с эндротомием, и лучше, конечно, ситуация с такой, в общем-то, частым стандартным выполнением, как правило, выполнение эндоскопических мешающих, это вообще эндоскопических мешающих в присутствии в учреждениях, это эндоскопическая резерция с единственной, ну, в общем, плане, как-то несли поистине, из группы выражаться. Достаточно много их выполнится в регионах, в федеральных округах, но, если, вот, давайте запомним цифру, центральный федеральный округ, 14 тысяч экзекций с единственной. И переходим в диссекцию, и не что ли, 300. Понимаете, 14 тысяч экзекций, 300 диссекций. Что это говорит? Это говорит о том, что недостаточно, получается, квалификация специалистов на выполнение этих мешающих, или недостаточно, какая-то ранняя диагностика, да, на образовании этих мешающих трактах, где нечего оперировать, или нету, могут оперировать. Ну, то есть, это говорит о чем-то говорит о том, что нужно развивать эти технологии в регионах. Понятно, что исключительные инструменты, понятно, что эскопы, и так далее, все это ясно, но обращаемое внимание, эти анализы, это все сразу двигает, и сразу показывает. Если говорить о том, эстетическом демостазе, то здесь ситуация, все-таки, более, международное по федеральным кругам, эстетическом демостазе, слава богу, присутствуют практически везде, хотя, с этим не имеется проблема, если в каждом конкретном, каком-то субъекте посмотреть определенные больницы, оказывающие, в том числе, скоропомощную помощь, регионные областные больницы, например, то там, и не только эстетическом демостазе тоже, но, в общем-то, бывает, что это не бывает. Вот. Это я могу сказать, конечно, что вы видите самому. Переходим к следующей, а уже завершающей с вами на моей презентации, и здесь мы с вами посмотрим на, в общем-то, выводы, и так, как и у нас с вами выводы. Новая функционно-этическая система показала свою эффективность, высокую информативность, удобство сбора, обработки статистического материала, действия с эндоскетической службой Российской Федерации. Конечно, требуется дальнейшая охвата еще до структурного по новой форме. Вы видите, у нас получилось, что по старой форме было 65 регионов, которые полностью сдали отчет, а по новой форме 40 регионов сдали отчет. Хотя это те же самые данные, те же самые. Я не просто не в Excel, в Excel, а в Excel, в Excel, в Excel, в Excel. Не совсем понятно, как и почему, но, в общем, мы с этим, конечно, работаем. Основные проблемы, которые были, исходят в предварительном анализ информации. Это недостаток кадров, эмброскопистов и формы квалификации, недостаточно внедрения эмброскопического технологий. Во многих учреждениях в наличии уже доверяющих в том числе нерабочего эндоскопического оборудования. И очевидно, что необходимо развивать региональные программы по оснащению эндоскопического оборудования, обучения и обучения эндоскопистов. Благо, в общем-то, сейчас, ну, можно сказать, об уходом, идет программа модернизации педричества звена здравоохранения Российской Федерации. Одну из трех сетов, которые являются оснащением муниципских организаций, но надеемся, что это сейчас сдвинет дело в лучшую сторону. Я вам даю за внимание на меня в суде. Спасибо большое. Пожалуйста, уважаемые коллеги. Да. Валерий Николаевич, пожалуйста, вопрос у вас? Да. Спасибо. 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 Да, безусловно, это требует дальнейшего анализа. Я здесь представил такую ориентировочную данную. Во-первых, они еще не все собраны. Во-вторых, я стал по федеральным округам, у нас есть доступ к каждому учреждению в каждом субъекте. Но это, конечно, большой объем данных, он будет проводить анализ, и будем выводить определенные интеллигенции, будем это освещать для внешнего. Валерий Николаевич, я добавлю, что эти данные мы нам дали главные специалисты. Мы проанализированы, но сейчас не будем это общаться. Просто стоит задуматься об этих расслаблениях, о той чистоте и волны, и прекрасно и структуре, и структуре, и структуре. Мы будем взять этот вопрос изучать. То есть мы все прекрасно понимаем, что диагностические эндоскопии дают 0,0,12%. То есть сотый процент, а здесь 4, понимаете? Поэтому мы сейчас как раз с вопросом создать не будем, в этот разговор вообще идти. А надо в каждом конкретном случае разбираться, и, конечно, на наших конференциях, на наших пленных, на наших заседаниях противной комиссии все эти вопросы будут серьезно разбираться. Почему? Потому что я думаю, что здесь включены не столько диагностические, а столько лечебные осложнения. Тем более сейчас активно используются, скажем, гликлоноскопии, холодные пихреваемые, удаление полипов, которые дают в какой-то процент кровотечения, и тоже сухоноплеводительные. Поэтому надо разбираться. Давайте еще раз поблагодарим за прекрасное сообщение. И самое главное, обращаюсь ко всем специалистам, уважаемые коллеги, если мы хотим, чтобы наша специальность развивалась, пожалуйста, отчетность должна быть четкой и предоставить. Ну что это такое? 86 регионов, 85 регионов страны, и 40% из 40 только регионов предоставляют отчетность страны. Это не серьезно. То есть те главные специалисты, которые занимают ответственную должность, они просто не выполняют свои обязанности. Так не должно быть. Это наша с вами плохая прокурат, домовит 67% и биброскопов еще находятся на грозе. Мы должны как-то этот вопрос решать, но цифр нет. Главному специалисту идти в медвестра, говорить о этих проблемах не очень сложно. Мы должны с вами уметь честные, четкие цифры, каких регионов, чего не хватает. Тем более сейчас идут национальные программы по онкологии, национальные программы по детству и так далее. И, естественно, диндазберные двенцы.